displaying list with the recycler view chapter 9 9 глава отображение перечня списка displaying list with recycler view с использованием recycler view criminal intents model lawyer currently consists of single instance of crime так вот слой модели имеется ввиду данных да которые хранятся в criminal intents сейчас находится всего лишь из одной инстанции crime есть data класс у нас crime id title date is resolved и вот в crime фрагменте слой его состоит только из одного из одного экземпляра из одной инстанции вот этого crime in this chapter you will update criminal intent to work with a list of crimes в этой главе мы обновим наше приложение criminal intent для того чтобы оно работало с целым списком вот этих вот краймов они только с одной инстанцией update criminal intent to work для того чтобы работать with a list of crimes the list will display each crime's title and date as shown in figure 9.1 так вот этот список он будет отображать заголовок и дату каждого крайма как показано на рисунке 9.1 crime 0 crime 1 crime 2 crime 3 да то есть вот эти тайтл надо прописать что вот сюда вставляется вставлять индексы вот эти которые будут увеличиваться и даты каждого соответствующего крайма это будет отображение вот этого тайтл вот здесь будет строка и дата вот отсюда будем брать дату figure 9.2 shows the overall plan for criminal intent in this chapter это вот такой своего рода общий план shows the overall plan for criminal intent in this chapter вот именно вот в этой главе то есть что у нас было у нас был крайм теперь у нас будет целый лист вот этих вот краймов для них мы создадим на уровне контроллера крайм лист view модель у нас только крайм да и теперь будет крайм лист view модель который будет контроллером будет крайм лист фрагмент то есть у нас просто край премида теперь это будет крайм лист фрагмент который будет взаимодействовать с нашей view моделью да напоминаю few модели то есть life cycle extension с расширения который вот при вращении до хранить себе информацию так далее даже при уничтожении activity который является хостом вот этих вот фрагментов а и вот на уровне контроллера крайм лист фрагмент будет взаимодействовать с activity вот main activity вот он с обратной связью взаимодействует а в main activity то есть frame layout и вот он activity main да вот здесь frame layout то есть вот сюда и будет вставляться вот этот вот recycler view на уровне вот в ее представлении уже in the controller lawyer на уровне контроллера вот на уровне слоя контроллера you have a new view model у нас будет новая view модель that will encapsulate который будет в капсуле в себе данные that will encapsulate the data for the new screen для нового экрана то есть для экрана вот перечисления нашего crime list view model will restore a list of crime objects crime list view модель будет хранить себе перечень вот объектов crime displaying a list of crime require new fragment in criminal intent controller lawyer crime list fragment вот отображение вот этих вот перечня кримов требует requires a new fragment нового фрагмента new fragment in criminal intent controller lawyer на слое criminal intent controller crime list fragment вот это будет вот этот фрагмент новый лист новый фрагмент crime list fragment main activity will host an instance of crime list fragment which will in turn display the list of crimes on the screen main activity будет хостом will host an instance of crime list fragment этого нового фрагмента which will in turn который будет поочередно отображать which will in turn display the list of crime list fragment crimes перечень всех краев на экране where is crime fragment in figure 9.2 где crime фрагмент на рисунке 9.1 9.2 то есть crime fragment то есть мы у нас есть вот crime фрагмент да с логикой которую мы прописывали да вот здесь но тем не менее crime фрагмента он его не отображает на этом рисунке автор спрашивает where is crime fragment in figure 9.2 this is it's a part of details view это часть детализирован деталей вьюшек so we are not showing it here и мы его как бы не показали на этом рисунке in chapter 12 you will connect the list and detail parts of criminal intent в 12 главе мы соединим наш перечень crime list да crime list фрагмент который мы создаем и detailed parts вот вот и вот эту детали с детальками да более детализированная часть в нашем приложении criminal intent это будет в 12 главе напоминаю это у нас 9 глава display in figure 9.2 you can also see the view object associated with main activity and crime list fragment на рисунке 9.2 мы также можем видеть вьюшки объекта которые ассоциированы да то есть они связаны с main activity вот они main activity и crime list fragment the activities view will consist of the same single fragment containing frame layout view activity will consist состоять да они будут состоять will consist of the same single fragment containing from layout из одного и того же вот frame layout который вот мы показали да вот этот frame layout и вот фрагмент контейнер его аидишка the fragments view will consist of a recycler view а вот вьюшка фрагмента будет состоять из recycler view recycler view you will learn more about the recycler view class later in this chapter вы изучите больше правду класса recycler view you will learn more about the recycler view class later in this chapter позже в этой главе adding a new fragment in view model то есть перед тем как добавить сам recycler view нам необходимо разработать макет самого фрагмента где будет располагаться этот recycler view ну и разработать view модель где который будет хранить данные да для отображения а вот этих вот перечня то есть во view модели у нас будет что у нас будет массив краев стал состоящие из краев экземпляров класса data класса crime the first step is to add a new view model to store the list of crime subject you will eventually display on the screen первый шаг the first step is to add a new view model это добавление новой view модели to store the list of crime objects для того чтобы хранить to store the list of crime objects you will eventually display on the screen который вы будете в конечном итоге как бы отображать на экране as you learn it in chapter 4 как вы изучали в четвертой главе the view model class is part of the life cycle extensions library view модель это часть библиотеки life cycle extensions расширение жизненного цикла почему он так называется мы проходили в четвертой главе activity уничтожается да его life cycle но расширение да как бы имейте ввиду что данные она как бы продолжать себе хранить и когда активити пересоздается но под подцепляется вот этими данными со бегин по adding the life cycle extensions dependency to your app building рода файл и добавим вот теперь вот это расширение dependency вот этого life cycle в ваше build gradle файл заходим файл градл и вот сюда мы будем добавлять наше новое депенденсии implementation life cycle extensions вот последняя версия 1.1.1 но в книжке другая версия 2.0.0 давайте как в книжке современную установим версия вот так и делаем синхронизацию don't forget the sync your gradle file after making this change не забудьте провести синхронизацию да вот gradle project sync in progress синхронизацию вашего gradle файла after making this change после того как вы сделали это изменение так android x а нет это не тот life cycle extensions нам надо из android x а из jet packet так давайте вот так пропишем android x life cycle видите сколько библиотеки и как легко можно ошибиться о выборе библиотеки так первая глава android x и life cycle теперь life cycle extensions название файла life cycle extensions и последний раздел который показывает нам версию прошла синхронизация закрываем наш bingradle теперь next далее создадим теперь после того как мы добавили дипенденте life cycle extensions создадим создадим сам вот этот класс теперь crime list view модели Kotlin class called the crime list view model update the new crime list view model class to extend from view model обновим наш crime list view model класс для того чтобы он расширял класс view model то есть как только мы создаем класс crime list view model мы пишем расширение extending его из view модель view модель класса по первичному конструктору add property to store list of crimes добавим свойства для хранения crimes будет mutable list of и экземпляров crime то есть в параметре то есть указываем что вот такие вот crime мы будем хранить in the init block populate the list with dummy data dummy то есть первичными данными то есть которыми будем наполнять лист это в блоке инициализации то есть при создании экземпляра класса crime list view model он его автоматически наполнит 100 элементами давай произведем эту операцию new Kotlin class file название пишем crime list view model crime list view model и мы сразу же его расширяем из view модула вот он предлагает импортировать его из life cycle а теперь import мы life cycle указали в dependency да теперь можем ссылаться вот на его классы указываем массив это будет mutable list of экземпляров crime так well crimes mutable list of видимо чувствительными регистром case sensitive поэтому нам надо там где большие буквы указывать большими буквами и запускаем блоки инициализации там будет цикл для и in от 0 до 100 то есть 0 это тоже отдельный элемент поэтому чтобы было 100 с учетом 0 как бы надо 99 то есть это а не когда мы говорим until то верхняя граница она как бы не учитывается если нам надо 100 элементов например с единички но чтобы учитывалась мы делаем вот так а как в python да то есть вот такая логика здесь уже 1 и 100 включительно то есть будет всего 100 элементов ну в книжке у нас указано 0 поэтому если 0 и 100 будет тоже включительно будет 101 элемент а нам надо чтобы было 100 элементов поэтому указываем until и 100 становится не включительно получается от 0 до 99 всего 100 элементов и что для каждого из этих 100 элементов мы создаем crime экземпляр класса data crime устанавливаем для этого crime title то что мы будем отображать в списке ну там будет title равняется и указываем вот этот i то есть сначала будет 0 1 2 3 и так далее оно будет увеличиваться и затем isold оно решено или не решено тот же метод выбран рандомный isold то есть если вот этот индекс его делится на 2 без остатка то есть для каждого отчетного он будет из solid true да будет показывать что он решен и теперь вот в эту коллекцию добавляем то что вот у нас здесь получилось add то есть можно вот так добавлять да и указывать вот этот вот crime который мы только что создали по сто раз а ну вот здесь более такой упрощенный синтекс еще вот это то же самое можно теперь заменить тем что мы просто пишем crimes плюс равно вот этот вот crime конечно же без точки вот вот эту конструкцию тоже можно как-то как бы объединить с помощью apply crime.apply то есть это приветствуется в кодлине не писать не повторять какой-то участок кода несколько раз хорошая такая практика просто использовать имеющийся например инструмент apply а вот apply имеется ввиду теперь вот title crime подкладывается и вот crime вот этот вот этот и solo тоже и результат увеличится вот в crime eventually и наконец конечно только the list that will contain user created crimes that can be saved and reloaded list будет теперь содержать созданные пользователем crimes то есть у нас раньше было что у нас раньше был один crime для всего оперирования теперь у нас вот во вью модели будет вот таких вот сто элементов которые созданы пользователем user created crimes that can be saved которые могут быть сохранены and reloaded и перезагружены да то есть их выведены на экран мы можем можем их выводить на экран for now you populate the list with the so boring crime objects теперь же вы наполнили лист со ста ну такими тривиальными вполне обычными crime объектами the crime list view model is not a solution for long term storage of data вот эта view модель которую мы разработали это как бы ну не лучшее решение для прям долгосрочного такого хранения наших объектов for long term storage of data but it does encapsulate all the data necessary to populate crime list fragments view но оно будет encapsулировать себе все данные которые нам необходимы для наполнения нашего crime list фрагмента viewшек вот в нашем crime list фрагменте там одна view будет recycler view то есть для демонстрации возможности recycler view это вот такое временное вполне эффективное решение in chapter 11 you will learn more about long term data storage when you update criminal intent to stir the crime list in a database в 11 главе мы изучим более подробно you will learn more about long term data storage про долгосрочное хранение данных when you update a criminal intent to stir когда вы будете обновлять criminal intent для хранения to stir the crime list in a database crime list именно в базе данных 11 глава будет вообще так называться базы данных and room library библиотека room очень много в вакансиях требует знания библиотеки room the next step is to add a new crime list fragment class and associate it with the crime list view model следующим шагом будет добавление нового crime list фрагмента класса и ассоциация его создадим создадим классы и покажем что это фрагмент то есть тем что мы наследуем фрагмент из android x фрагмент аппп фрагмент ну это в книжке кстати показано когда вот мы ресурсы создаем например фрагмент мы можем указать создать фрагмент с фрагмент с view моделью то есть и тогда вот эти действия они как бы автоматически будут осуществляться но мы делаем пока как нам от нас требует в книжке и crime list фрагмент фрагмент создали crime list фрагмент и наследуемся от фрагмента фрагмент фрагмент импортируем вот android x вот устаревшим зачеркнутый android фрагмент и он уже больше не поддерживается платформой а вот android x фрагмент он из градула автоматически вот он вставляет обновления импортировали только мы его не туда создали вот куда-то бред закинул вот надо выбрать и название папки и вот в папке указать crime list фрагмент crime list фрагмент да и автоматически вот уже вставилась наша папка и указываем что у нас следуется от фрагмента android x фрагмент app ok по конструктору вот прописываем следующее то есть создаем константу тег мы будем использовать вот мы видим когда он создаться log create.me total crimes количество всех crime будем выводить от crimes size в протокольную запись для этого нам нужен тег константы тег выносится за предел класса чтобы они были доступны везде crime list фрагмент это для того чтобы мы понимали источник да который вот копирует эти записи создает вот и что здесь private val crime list view модель создаем экземпляр класса view model by lazy с помощью вот один раз он будет его использовать из view модели providers view model of this указывать текущий контекст и get получить вот из какого класса да то есть мы тем самым соединяем вот создавая экземпляр view модели мы соединяем наш фрагмент вот с этим классом view модель где содержится view модель пишем private val и создаем crime list view model crime list view model это будет экземпляр краса crime list view model by lazy и view model providers view view model please pay attention on plural plural sort of this word providers s на конце обязательно plural это множественное число providers вот если provider просто напишем он его не найдет так crime list view model crime is view model экземпляр вот экземпляр вот это модель у него есть crimes вот то что мы сейчас создаем by lazy view model providers у него есть метод off из текущего контекста из текущего контекста будем брать view model model providers view model providers this .get и название класса crime есть view модул и показываем что это класс char то есть что мы видим что 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 мы Может, Gradle не подтянул такой класс, что там есть. Так, эта проблема не решила. Давайте печатать дальше. Метод onCreate теперь. И при создании вот этого фрагмента мы теперь и будем писать протокольную запись, что он создался, и выводить Total Crimes, общее количество Crimes, которые должно вывести число 100. CrimesListViewModel, в этом ViewModel есть Crimes, CrimesViewModel, и вот у него есть Crimes, то есть мы когда создавали инстанцию, с маленькой буквы CrimesViewModel, он его наполнил уже вот 100 элементами. Здесь теперь Crimes и точка Assign, мы получим число 100, ну, должны получить число 100 в логкате. И создаем CompanionObject для инициализации, то есть функция NewInstance, то, что в Java, да, как бы статическая функция, здесь она находится внутри CompanionObject, чтобы мы его могли выносить. Эта функция будет создавать экземпляр класса CrimesListFragment, это считается, ну, тоже такой практикой создания экземпляра через... Через CompanionObject, да, статический метод NewInstance. Вот, знаю, в чем дело, сейчас Android. Так, PropertyDelegate, должен иметь значение GetValue, CrimesFragment, KeepPropertyMethod, и... UnresolvedReference. Неразрешенная ссылка. ViewModelProviders. Ну, ему не нравится, короче, ViewModelProviders. Я думаю, сейчас закрыть Android Studio и перезапустить его. Так, Restart нам не помог. Так, ну, давайте теперь... То есть, вот дело вот с этим lazy-оператором. Мы его обойдем тем, что... Создадим... Latent. Var. Вот, CrimesList. ViewModel. Вот так. И теперь ViewModel мы вызовем... То есть, когда мы вызываем фрагмент, то есть фрагмент... Фрагмент, он всегда есть activity, да, с которым он ассоциируется. Поэтому onCreateActivity можно вызвать. Как только создается activity... Вот он activity created. Как только создалась activity, который является хостом этого... Этого фрагмента, то есть мы можем... Отсюда уже... Присваивать... Вот... Крайность ViewModel. Здесь его уже... Перецеплять вот к ViewModel. ViewModelProviders. . . . . . . . И указать класс... Вот... CrimeList ViewModel... . . . . Вот так. Все равно не хочет, да? . Так, это вот... Мы пытаемся CrimeListFragment создать. И CrimeListViewModel. И CrimeListViewModel. То есть тут мы вручную, короче, попытаемся... Пытались мы сейчас удалим. Я и покажу другой способ. Вот... Ну как в книжке не получилось, да? У нас мы видим. А теперь мы создаем вот... Фрагмент with ViewModel. Мы создаем фрагмент с ViewModel. Называем этот фрагмент CrimeListFragment. CrimeListFragment. Фрагмент... У него будет layout. Фрагмент CrimeList. И название ViewModel и CrimeListViewModel будет. Окей. Создадим. Синхронизируется. И вот мы видим, если он автоматически так вставил ViewModelProvider. Почему это Provider, а не Provider? Provider. This... Ну, может, к этому... Версии... Видите, как книжки устаревают. То есть, Providers уже заменили как... Через Provider. This... И указывать Get. То есть, вот... Может, из-за этого он и говорил, да? То есть, в книжке Providers обязательно умножим на число. А... Тут уже поменялось. То есть, заходим в наш лист ViewModel. Здесь надо... Видим ту душку, да? Реализуйте ViewModel. То есть, давайте создадим ViewModel. ValCrimes. Мы разрабатывали Metable. List of Exemplar of Crime. И при инициализации этого... Этой ViewModel мы... Здесь писали, что... For... И... От 0 до 100 исключительно. Да? То есть, до 99. Будет что? Мы создавали Crime. Стоит от класса Crime. И к этому Crime прикладывали следующий код Title. Давайте откроем этот участок, чтобы вспомнить. Так... Title Crime и номер этого Крайма. Crime. Номер. И здесь писали... И... 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 Делили на 2. И... И... Делили на 2. Делили на 2. Затем этот Crime... Добавляли в Crimes. Вот так у нас в итоге был код. Ну вот здесь тоже используйте ViewModel. Мы использовали нашу ViewModel. Так... Он... Create View. Так... Окей. Теперь нам надо добавить запись при создании... Он... Create View — это при создании View-шек фрагмента. А нам надо вот теперь... Вообще при создании самого фрагмента. Просто метод onCreate. Этот onCreate при создании фрагмента. Он такой же, как и при создании... Вот... Activity. Он похож, да? Так... OnCreate. И здесь пишем... LogD. Указываем тег. А... Нам надо тег еще в константу добавить. Название вот этого класса. Крамли с фрагмента. И теперь по этому тегу мы пишем, что... Total Crimes. Точно. Так... Мы обращаемся к Crimes List View модели. А, ну здесь давайте переименуем, как в книжке, чтобы было... А, ну здесь давайте переименуем, как в книжке, чтобы было. CrimeList ViewModule. И теперь вот к этому CrimeList ViewModule обращаемся. У него мы только что создали Crimes, да? Вот метод Crimes. Коллекцию Crimes. И его размер. Вытаскиваем. Его размер будет 100 лимитов, да? То есть в LogCut'е выскочит сообщение 100 при создании вот этого фрагмента. Окей. Companion Object. Mu. Здесь тоже непривычно, да? Что Companion Object, он в самом начале. Companion Object по соглашению языка, он как в самом конце. Сделали. For now. Теперь CrimeListFragment is an empty shell of a fragment. Теперь CrimeListFragment это такая пустая обертка, пустой панцирь, да? Empty shell of a fragment. It logs the number of crimes found in CrimeListViewModule. В его логах число всех краймов, да? С частностью 100 будет. Found, найденных в CrimeListViewModule, которые существуют в ViewModule. You will flash this fragment out later in the chapter. Ну, мы наполним его мясом, да? То есть flash out. You will flash this fragment. Мы наполним вот этот фрагмент телом. Вот плоть, да? Flash fragment out later in the chapter, позже в этой главе. In a good practice to follow to the provide a new instance. Это является хорошей практикой добавления new instance. To provide a new instance function. Представить функцию new instance function. That your activities can call to get an instance of your fragment. Для того, чтобы activity, иметь в виду host activity, могло получить инстанцию вашего фрагмента. This is similar to the new intent. Это точно так же, как и вот метод new intent, да? Function, который мы использовали в GeoQuiz. You will see how to pass data to your fragment in chapter 12. Вы видите, как передавать информацию в ваш фрагмент. То есть между фрагментами тоже можно наладить поток информации. В двенадцатой главе. ViewModel Lifecycle with the fragments. Жизненный цикл в ее модели с фрагментами. In chapter 4, you learned about the ViewModel Lifecycle. В четвертой главе мы изучали про жизненный цикл в ее модели. Когда мы его использовали с activity. This life cycle is slightly different when the ViewModel is used with the fragment. Вот этот жизненный цикл немного отличается, когда ViewModel используется с фрагментом, а не с activity. It still only has two states. Оно имеет до сих пор только два состояния. Created or destroyed non-existent. Либо он создан, он created, да? Либо он уничтожен, destroyed или его не существует в памяти, он выгружен из памяти. But it's now tied to the life cycle of the fragment instead of the activity. Но теперь он связан с, вот эта ViewModel, теперь она связана с фрагментом вместо activity. Instead of the activity. The ViewModel will remain active as long as the fragment view is on screen. ViewModel будет оставаться активной так долго, пока вот viewшка фрагмента находится на экране. will remain active as long as the fragment view is on screen. Так долго, как viewшка фрагмента на экране. The ViewModel will persist across rotation. ViewModel остается постоянной даже через вращение экрана. Across rotation. Even though the fragment instance will not. Даже когда вот уничтожается инстанция фрагмента, потому что уничтожается activity, которая хостит этот фрагмент. Но ViewModel остается persistent. And be accessible to the new fragment instance. И затем подкрепляется к новой инстанции фрагмента с существующими вот этими данными ViewModel. The ViewModel will be destroyed when the fragment is destroyed. ViewModel может быть уничтожен только когда уже фрагмент сам destroyed, уничтожен. It can happen when the user presses the back button to dismiss the screen. Это произойдет, когда вот пользователь нажал кнопочку назад. It can also happen if the hosting activity replaces the fragment with the different ones. Это также произойдет. То есть произойдет процесс destroyer ViewModel вместе с destroyer фрагмента, с которым оно связано. Если activity, который хостит этот фрагмент, заменяет этот фрагмент другим фрагментом. То есть тогда происходит уничтожение фрагмента и связан вместе с ним ViewModel. Even though the same activity is on the screen, both the fragment and its associated ViewModel will be destroyed, since they are no longer needed. И даже произойдет, если то же самое activity на экране, два фрагмента там существует. То есть в activity суть фрагментов, что оно не всегда отображается, например, один цельный фрагмент только на одном activity. На одном activity может быть два и даже три фрагмента. Ну может быть больше, но хорошая практика ограничится двумя-тремя фрагментами. И так вот, если focus отошел от одного фрагмента на другой, то связанный с ним, ассоциированный с ним ViewModel, также может быть и will be destroyed, since they are no longer needed, поскольку оно больше не нужно. One special case is when you add the fragment transaction to the back stack. The ViewModel will be destroyed when the fragment is destroyed. ViewModel уничтожится, когда уничтожится сам фрагмент. This can happen. This can happen. Это произойдет… Так, это было… One special case… Один особый случай… Один особый случай – это когда вы добавляете фрагмент, транзакцию в back stack, в обратный stack. Через транзакции мы работаем. When the activity replaces the current fragment with the different one… Different one… Когда activity заменяет текущий фрагмент на какой-то другой… When the activity replaces the current fragment with the different one… If the transaction is added to the back stack, the fragment instance and its ViewModel will not be destroyed. If the transaction is added to the back stack, транзакция добавлена в обратный stack, то инстанция фрагмента, ну и соответственно и ViewModel, которая связана, ассоциирована с этой инстанцией фрагмента, will not be destroyed, не уничтожается. This maintains your state. Это поддерживает ваше состояние. If the user pressed the back button, когда пользователь нажимает кнопку назад, the fragment transaction is reversed, то реверсирует транзакция фрагмента. The original fragment instance is put back on the screen, то есть первоначальный фрагмент, инстанция фрагмента put back on the screen, выводится назад на экран. And all the data in the ViewModel is preserved. И сохраняются все данные из ViewModel. Next update main activity to host an instance of CrimeListFragment instead of CrimeFragment. А теперь давайте обновим наш main activity для того, чтобы он хостил инстанцию CrimeListFragment вместо CrimeFragment. То есть заходим в наш, так, тут много всего напечатано, выведено. Так, вот у нас есть main activity, да, и мы его делали так, чтобы вот он по текущему фрагменту, да, находил currentFragment, findId, то фрагмент контейнер находил. И вот в этом контейнере он обращался, если там 0, то он добавлял туда экземпляр красок CrimeFragment. Теперь нам надо вот вместо вот этого CrimeFragment сделать так, чтобы он взаимодействовал с CrimeListFragment. Вот он перечеркнул, да, и написано CrimeListFragment и функция из CrimeListFragment по созданию этого фрагмента. То есть мы могли здесь просто вот так указать, да, CrimeListFragment. Вот, так тоже можно делать. Но мы еще указали статическую функцию для создания экземпляра этого CrimeListFragment, поэтому вместо вот обращения к первичному конструктору мы обращаемся к этой функции newInstance. Вот, ну и как бы результат один и тот же, но вот лучшая практика, bestPractice является вот через вот такую статическую функцию из companionObject его делать. Вот, окей, сделали. Теперь мы сделали так, что вот ClassMainActivity теперь хостит наш CrimeListFragment вместо CrimeListFragment Готово. For now, теперь you have hard-coded MainActivity to always display CrimeListFragment. Теперь вы можете хард-кодить MainActivity и он всегда будет отображать CrimeListFragment. In chapter 12, you will update MainActivity to swap out CrimeListFragment and CrimeFragment on demand as the user navigated the app. В 12 главе мы вот обновим наш MainActivity для того, чтобы он swap out, менял местами, да, как бы, ну да, менял местами CrimeListFragment и CrimeFragment по требованию. On demand as the user navigated through the app. Потому как пользователь навицирует, да, использует это приложение. RunCriminalIntent and you will see MainActivity as FrameLayout hosting an empty CrimeListFragment. И если мы запустим наше приложение, теперь мы увидим, как FrameLayout нашего MainActivity, да, вот MainActivity у него вот этот FrameLayout, хостит пустой CrimeListFragment. То есть тоже видим пустоту, но теперь это пустота, которая генерирует CrimeListFragment. И так заработала программа. Ну, проблема была в Gradle. Долго лазил в чем дело. Просто отключил вот эту реализацию LifeCycleExtensions, и как бы, ну, как бы и без нее, получается, вот. А я использовал LifeCycle все, что надо было. Ну, тем не менее, вот я зашел в MainActivity. И здесь вот вместо CrimeFragment отобразил вот новая инстанция. То есть мы сейчас смотрим на запущенную версию фрагмента CrimeListFragment, у которого есть тоже разметка, из которого она раздувается. Search the LogCat. Теперь ищем LogCat. Debug и имя нашего класса, да? По вот этому тегу мы заносили количество. Вот мы видим 100. То есть, да, элементов, 100 элементов. То есть пока фрагмент он пустой, не отображает. Но в логике фрагмента мы увидели, что там 100 элементов. 100 краймов. TotalCrimes. Сработал метод onCreate. Вот. TotalCrimes. И вот здесь есть CrimeListView. Обращаемся к Crime и вытаскиваем его размер. 100. Это отработало. Search the LogCat output for CrimeListFragment. Вот. И вот мы нашли вот такую строчку. You will see a LogCat statement showing the total number of crimes available. Доступно тут, вот, available, да? Доступно total number of crimes. Общее число краймов. Adding a RecyclerView. Теперь добавляем наш RecyclerView. You want a CrimeListFragment to display a list of crimes to the user. То есть, для чего мы это все вообще создавали, да? CrimeListFragment. Мы хотим отобразить список краймов, вот этих преступлений, как бы, перечислением. To do this, you will use a RecyclerView. Для того, чтобы сделать это, нам необходимо использовать RecyclerView. Вот RecyclerView для того, чтобы отображать. То есть, он находится в контейнерах. И вот RecyclerView, когда мы его переносим, видим, что вот уже он, как список, да, вот такой, айтемов, а отображает. То же, вместо Constraint, тоже можно использовать, наверное, RecyclerView. Как видит. Так. Вообще Constraint, чтобы не было. Вот так. И все, будет только RecyclerView. Так, окей. You want CrimeListFragment to display a list of crimes sent to the user. Для пользователя, чтобы был, отобразил лист краймов. To do this, чтобы сделать это, to do this, you will use a RecyclerView. The RecyclerView class lives in another jetpack library. То есть, сам класс вот этого RecyclerView, оно живет в другой Jetpack-библиотеке. In another, lives in another jetpack library. The first step to using RecyclerView is to add the RecyclerView library as a dependency. Ну, сейчас уже он, как бы, в стандартных включается, как мы видели, да, RecyclerView. Вот. Ну, если вот в контейнерах вы не найдете RecyclerView, а надо зайти в эту библиотеку. Вот, я отключил этот LifecycleExtensions, потому что он что-то тормозить начал. Вот. И вот сюда добавляем как dependency RecyclerView. Ну, давайте сделаем это. Добавлю implementation. RecyclerView. AndroidX RecyclerView. AndroidX.recycler. AndroidX.recycler.recyclerView. И версия. 1.2.1. Вот уже новая версия обновилась, несмотря на то, что книжки только недавно. Ну, вот, тем не менее, вот, давайте, чтобы, как в книге, не отставать, чтобы 1.0.0 версия. Again, sync. Еще раз синхронизируйте. Your gradual file before moving on. Перед тем, как вот мы выйдем из этого файла, на 5 слове синхронизировать, то есть мы видим уже, что он желтое подчеркивание, как бы показывает, что это не свежая версия. То есть можно еще и, если мы интересно установим вот эту версию. Да, и мы видим, что вот это желтое подчеркивание, оно исчезает. А сразу, как только мы меняем версию. Вот, и я уверен, если и здесь тоже версию как-то поменять. Вот, 1.8.0. Вот мы видим, что тут же желтое подчеркивание исчезло. Your RecyclerView will live in a CrimelessFragmentsLayoutFile. Ваш RecyclerView будет жить, то есть будет находиться в layout файле CrimelessFragments. First, you must create the layout file. Для начала вот нам надо создать layout файл. Ну, мы сделали через добавление, да, raise, вот, new, и вот мы выбрали фрагмент with a ViewModel. Фрагмент with a ViewModel, и у нас вот автоматический Crimeless. Ну, если вы этого не сделали, да, вот если вы создавали по классам, то можно вот вручную зайти в CrimelessFragments и создать вот такой вот RecyclerView. Вот здесь, да, прям, new Android layout resource file, и вот назвать его fragment Crimeless, CrimelessFragment, да, то есть фрагмент идет в начало, и Crimeless остается. В качестве корневого root элемента указать RecyclerView, что мы и сделали, да, здесь был constraint по умолчанию. И поменяли. In the new layout fragment CrimelessFile, в новом файле добавьте ID attribute, то есть ID-шку, это будет CrimeRecyclerView. то есть это будет RecyclerView нашего вот Crime, CrimeRecyclerView. Collapse это крах, то есть, ну, закройте, как бы, да, завершите ваш closed tag into the opening tag, внутри тега открытия. Since you will not add any children to other RecyclerView. Поскольку мы не собираемся внутрь RecyclerView, то есть вот этот формат, он приемлем, если вот мы здесь еще, да, что-то там хотим создавать, да, всякие TextView, что там прописывать, да, там и так далее. То есть мы видим в отображении здесь, нет, не видим в отображении TextView, то есть внутри RecyclerView, но тем не менее, да, вот, вот этот формат приемлем. Ну, поскольку вот мы вот таких children'ов внутри вот RecyclerView, как parent, они планируем, мы можем просто вот сюда добавить завершающий тег, а вот эту строчку удалить. Вот нам вот это и предлагается сделать, то есть удалить вот это. Значит, parent, последний и добавить вот туда вот завершающий вот такой тег. Now, теперь thatCrimelessFragmentsView is set up, для того, чтобы установились вьюшки CrimelessFragments, hook up the view to the fragment, вот подключите вьюшку в этот фрагмент. Modify CrimelessFragments to use this layout file. Модифицируйте CrimelessFragments для того, чтобы использовать этот layout file, and to find, и найдите RecyclerView in the layout файл, RecyclerView в нашем layout файле, as shown in listening, как показано в лестнике 9.7. То есть открываем наш CrimelessFragments и что мы здесь делаем? Так, вот я вернул, кстати, Lazy, как в книжке, через ViewModel провайдера. Так он работает, да, то есть удалим вот эти все ненужные теперь. То есть мы прописывали, да, он activity created, связывали вот с созданием activity created, который хостит вот этот activity, чтобы он вот CrimelessViewModel сделал. Ну мы это все прописали в Lazy, то есть вот CrimelessLazy. При первом обращении к CrimelessView сработает вот этот вот ByLazy. То есть вот для этого используется делегирование, да, вот это один раз он причем это использует при первом обращении, и дальше уже там уже будет значение. Вот здесь мы теперь создаем, что для CrimeRecyclerView сначала самопеременную. private, вау, то есть ну сейчас более приемлемый способ через binding делать, это я тоже покажу. Ну давайте вот пока как в книжке. Более рекомендуемый способ использовать binding. Вместо вот объявления вот таких вот переменных, и затем latent, да, его привязка. ViewModel, CrimeRecyclerView, так, чуть ли не туда полез. private, latentItular, CrimeRecyclerView, CrimeRecyclerView и типа RecyclerView, то есть мы можем его не инициализировать, потому что мы указали, что поздняя инициализация до binding как бы вот таким вот способом это все применялось. OnCreateView, теперь смотрим метод. У него есть Inflator, есть ContainerViewGroup, SavedInTheStateBundle, и вот здесь создаем View, равняется, у Inflator вызываем, какой метод будем вызывать у Inflator, конечно же Inflate. Inflator. И указываем care.layout, и внутри layout, то есть мы указываем вот с RecyclerView, который находится наш вот fragment-crime-list, да. второй контейнер, наша ViewGroup и false по умолчанию, ну так повелось, пишем false на привязывание к корню. теперь CrimeRecyclerView считаем, мы эту View-шку создавали, чтобы из него FileViewById проводить. у RecyclerView мы создали ID, CrimeRecyclerView, да, кто не помнит, вот для чего мы прописывали вот здесь ID-шку у RecyclerView в fragment-crime-листе разметки, для того, чтобы по вот этой ID-шке мы его могли считать, закастить в RecyclerView и установить layout manager CrimeRecyclerView, то есть напрямую RecyclerView он ничего не отображает, у него есть менеджер, который отображает, называется LayoutManager, LayoutManager, и вот таким вот менеджером будет у нас Linear, LayoutManager, который принимает на вход контекст, то есть, интересно, если this он поймет, что это вот этот текущий контекст, нет, он так не поймет, ему надо указать, что это контекст, вот так, вот LinearLayoutManager и return, то есть, мы вот вызывали вот этот inflator и inflator container, ну, мы не просто его вызвали, мы его использовали view вот этот, чтобы вот RecyclerView определить и установить ему layout manager, теперь вот в итоге возвращаем вот этот view, вот этот inflator, то есть, могли бы вот, ну, то же самое, да, вот прописать здесь, как бы это то же самое view, но мы его в отдельную перемену считали, чтобы вот оперировать с RecyclerView. note, заметьте, that as soon as you create your RecyclerView, что так скоро, как вы создадите ваш RecyclerView, you give it another object called a layout manager, вы передаете ему другой объект, который называется layout manager. RecyclerView requires a layout manager to work. вот этот вот layout manager, да, который вот мы передали, в нашем случае linear layout manager, он требуется, RecyclerView для работы, to work. If you forget to give it one, it will crash. Если вы забудете это сделать, то, ну, завершится крахом, да, то есть, программа работать не будет. RecyclerView doesn't position items on the screen itself, то есть он не отображает айтемы, пункты, да, своей RecyclerView напрямую, itself, он сам это не делает. It delegates, он делегирует эту работу, that job, to the layout manager, layout manager, именно layout manager располагает элементы RecyclerView на экране. The layout manager positions every item and also define how scrolling works. Именно layout manager позиционирует каждый пункт и also defines, и также определяет, как будет работать скроллинг. So, if RecyclerView tries to do those things, when the layout manager is not there, RecyclerView will immediately fall over and die. То есть, если же layout manager не будет, is not there, да, там не будет layout manager делать эту работу, то RecyclerView как бы попытается это сделать и немедленно как бы остановится и, ну, наступит краткая ошибка, программа завершится ошибкой. There are a few built-in layout managers to choose from, and you can find them more as third-party libraries. Вы можете использовать вот layout manager различные, которые есть, или также найти из каких-то вот библиотек third-party, third имеется в виду третьими лицами, да, как кто-то когда-то разработал, выложил вот эти библиотеки, какие-то можете использовать. You are using the linear layout manager, мы использовали linear layout manager, which will position the items in the list vertically, потому что item будет располагаться как бы вертикально, да, сверху вниз, ну, как linear layout он будет располагать. Later on owning this book, позже в этой книге, you will use grid layout manager to arrange items in a grid instead, чтобы расположить его в сетке, да, позже мы будем использовать, это позже имеется в виду не в этой главе, но в этой книге вместо linear layout мы будем прописывать grid layout manager. Run the app, запустите приложение, you should again see a blank screen, but now you are looking at an empty recycler view. Если мы запустим приложение, мы опять увидим пустой экран, но теперь мы будем смотреть на пустой recycler view. Вот, здесь уже мы видим не пустой фрагмент, а пустой recycler view. И далее теперь создание айтемов, да, теперь вот мы видели criminal intent, вот это все было пустое, вот эти айтемы, да, теперь вот эти айтемы надо создать тоже. Creating an item view layout. Создание айтемов, айтем вьюшек на лейауте. Recycler view is a subclass of view group. То есть, Recycler view является подклассом, то есть, контейнерного view, а не просто view. Это не просто вьюшка, а view группа, это контейнер. It displays a list of child view objects. Он отображает перечень child, да, своих потомков, view объектов, called item views, который называется item views. То есть, айтем какой-то пункт, единица, да, вот такие вот штуки, айтемы он отображает. Each item view represents a single object from the list of data backing the recycler view. Каждый айтем, каждый item view перепредставляет один единственный объект. Represent a single object from the list of data из листа из перечня данных of data backing the recycler view, который возвращается из recycler view. In your case, в вашем случае, a single crime from the crime list. В нашем случае, один простой crime из crime-листа. Depending on the complexity, в зависимости от сложности of what you need to display, который вам нужно отобразить, to display, these child views can be complex or very simple. Эти child views могут быть сложными или очень простыми. Can be complex or very simple. For your first implementation, для вашей первой реализации, each item in the list will display the title and date of a crime, as shown in figure 9.5. Для вашей первой реализации, каждый item in the list в этом перечне will display будет отображать title and date. То есть, мы видим, да, вначале title и date. Date of a crime is shown in figure 9.5, как показано вот на рисунке, 9.5. Each item displayed on the recycler view will have its own view hierarchy. Каждый item, отображающий recycler view, будет иметь свою собственную иерархию views. Will have its own view hierarchy exactly the way, точно так же, как и способ crime fragment has a view hierarchy for the entire screen, имело иерархию для целого экрана. Each item displayed каждый пункт, каждый item отображается recycler view on the recycler view will have its own view hierarchy exactly the way crime fragment has a view hierarchy for the entire screen. Так же, как и вот в crime-фрагменте была иерархия view для целого экрана только. Specifically, специфически the view object, что такое вообще иерархия, да, то есть давайте вспомним, вот у crime-фрагмента, например, была, вот это и есть иерархия, да, сначала идет title, затем вот edit text, затем details, кнопка с датой, вот это определенная иерархия, только на entire screen была у него, entire screen, а здесь у нас будет просто recycler view, будет просто date, да, вот мы видим, да, просто date и выше у него и по иерархии будет crime, заголовок title. Specifically, специфически, да, в частности, the view object on each row will be a linear layout containing the two views. У каждого view объекта по каждой строчке будет linear layout, который содержит два textviewшек. Что это за textview? с датой и с title, как мы сказали. Значит, выше title, потом data. You create a new layout for a list item view the same way you do for the view of an activity or a fragment. Мы создаем новый layout для list items the same way тем же способом, что мы делали the same way you do for the view of an activity or a fragment. Когда мы создавали activity или же fragment. In the project tool window в project tool window это вот project tool window right click the rest layout directory new layout resource file и создаем resort layout new layout resource file называем его name the file list item crime list item Обратите внимание для айтемов RecyclerReview мы не создаем внутри RecyclerReview то есть fragment crime нет, не внутри RecyclerReview а отдельная XML-разметка которая включает себя list item crime вот и пишем linear layout в качестве root его элемента linear layout нажимаем кнопку ok вот создался list item crime его код linear layout пустим пространство имен идет и match parent высота будет по содержимому иначе он на весь экран его растянет и padding что такое padding это отступы внутри содержимого до краев нашего view будет 8 dp то есть обычно 16 используют здесь мы видим на 8 dp далее создаем два элемента текст view это будет отображение айтемов это мы делаем для айтемов высота будет полностью а вот полностью а ширина полностью а высота по содержимому айдишка будет его crime title конкретный title чтобы можно было понять можно было еще crime item еще использовать ключевое слово ну как бы понятно crime title так закрыли текст view и вот еще вот точно такой же текст нам надо создать назвать его crime date да там было data да date match parent drop content и crime date crime title android текст еще android text ну если просто даже текст мы могли бы написать он бы сразу hard coding этот текст crime title ну это просто вот чтобы было понятно crime title а потом этот текст уже будет соответствующий текст писать и сюда тоже текст назовем его crime date crime date и закрыли linear layout take a look рассмотрите теперь это design preview в нашем дизайне вот открываем дизайн что у нас тут поменялось вот crime title и crime date мы видим они друг за дружками идут и вот отступ 8dp как бы что-нибудь you will see вы увидите that you have created exactly one row of the completed product что у вас вот ровно один row да вот это row и полностью завершенный продукт in a moment you will see how recycle view will create this row for you через момент вы видите как recycle view теперь использует вот эту строчку для вас то есть он что такое recycle да вообще слово recycle да переиспользование перецикл то есть вот эту строчку он будет теперь использовать вот несколько раз сейчас значит сто раз да пока он все не покроет implementing a view holder реализация view holder the recycle view expects an item view to be wrapped in an instance of view holder то есть recycle view ожидает свои айтемы чтобы их обернуть в инстанции view holder да то есть айтемы которые есть как бы он напрямую не отображает да это делает layout manager но что именно отображать recycle view тоже это напрямую не делает он работает с оберткой который как бы делегирует это вот к классу view holder да то есть view holder содержит в себе все айтемы и вот из них компонует экран a view holder stirs a reference to an item view то есть view holder именно хранить все ссылки на айтемы view айтем view да вот эти айтем пункты and sometimes reference to specific widgets within that view и иногда ссылается на какие-то специфические виджеты с вьюшками define a view holder определите view holder by adding an inner class тем что мы добавляем inner class crime list fragment that extends from recycler view view holder что такое view holder чтобы показать мы его extendимся от recycler view точка view holder который принимает на вход view который отправляется на вход в crime view в crime holder и создаем его как inner class то есть в jave как бы когда мы вкладываем класс в класс нам не надо писать inner но здесь как бы надо указывать private inner class crime list fragment там где вот завершили метод on create view вот он create view завершается перед campaign object то мы создаем еще и один внутренний класс private inner class называем этот класс crime holder то есть ну неважно что у нас там есть если crime это crime если цветочки там отображаем то flowers flower ну класс называется holder то есть ну так принято затем view который мы будем отправлять на вход в recycler view наш и whole view holder да вот в view holder отправляем вот эту вот view все объявили define define мы сделали теперь нам надо прописать туда логику то есть в конструкторе crime holder да вот мы видели вьюшку you take an in the view to hold on to мы перенимаем вьюшку чтобы вот хранить его immediately немедленно то есть мы сразу вот как только приняли в конструкторе immediately you pass it as the argument of the recycler view view holder constructor мы отправляем его как параметр в recycler view точка view holder конструктор the base view holder класс то есть основной базовый класс view holder will then hold будет затем хранить он to the view in a property named item view будет хранить вьюшку как property name да имя свойства item view the view holder and its item view то есть view holder вот он хранит вьюшку вот item view то есть он будет будет передавать вот эти item view то есть передавать его с таким как item view то есть он принял view и отправляет его как item view в recycler view а recycler view в свою очередь то через layout manager отображать его и recycler view never create views by themselves то есть recycler view никогда не создает view сам то есть by themselves it's always create view holder он всегда использует view holder чтобы хранить вот эти вот item items bring the item view along for the rider чтобы принимать вот эти item row и вот раскладывать их вот по всему вот экрану да вот мы видим вот view holder создал item view вот сюда и еще во второй то есть view holder создал еще один item view и так далее вот по всему экрану when the view for each item is simple если view для каждого item простой и simple view holder has a few responsibilities то view holder имеет несколько ответственностей да функциональности responsibilities for more complicated views для более сложных views the view holder makes wiring up the different parts of item view to crime simpler and more efficient то view holder производит wiring up the different parts of item view to crime части item view в crime легкий простой crime crime simple and more efficient и более эффективный crime for example например you don't need to search through the item view hierarchy to get a handle so the title text view every time you need to set the title for example you don't need to search не нужно искать через весь всю иерархию views item для того чтобы получить обработчик to get a handle to the title text текст заголовки to the title text every time you need to set the title каждый раз когда вам необходимо будет title установить то есть не надо будет перебирать каждый раз update обновите crime holder to find the title and the date text view in item view hierarchy when an instance is first created то есть обновите crime holder для того чтобы он искал title and date text viewшек в item view hierarchy во всей иерархии viewшки when an instance is first created когда инстанция впервые создалась store reference to the text viewing properties и храните эти ссылки для text view то есть что происходит в холдере то есть в холдере мы что мы просто считаем title text view создаем text view да через find view by id находим и data text view и каждый раз он теперь по иерархии он не будет проходиться он просто вот будет использовать их для того чтобы поместить туда значение заголовка и даты то есть мы обращаемся к item view для того что чтобы найти find view by id и его какая будет id crime title да то есть мы так его сделали вот list item то есть вот эти давайте закроем вот list item да вот crime title у него айдишка crime title и crime date то есть вот эти айдишки мы сами прописали crime title и crime date для того чтобы для чего для того чтобы найти в холдере да то есть для чего мы здесь их прописали для того чтобы вот в crime date фрагменте да то есть в файле холдера их найти и использовать так нашли и теперь также ищем date text review с помощью показываем что это тоже text view item view find view by id r.id . crime date так вот это интересно да откуда он берет вообще так recycler view на языке java прописана сама вот эта технология recycler view и item view это вот эта вьюшка то есть она final view item view есть такой абстрактный статистический класс view holder он прописан в recycler view да то есть вот и вот мы обращаемся к этому абстрактному static да то есть напрямую recycler view точка view holder можем обратиться к static и вот обращаемся вот к этому вот item view через него понятно да то есть для чего это the update view holder теперь обновление view holder now stash reference копить ну стэш здесь больше прятать да то есть он хранит в себе now стэш то есть капсулирует другую синонимис использовать stash references он капсулирует в себе хранит прячет в себе view holder ссылки то есть the title and data text view not title вот он title да title text view crime holder item view и data text view date text view and date text view so you can easily change the value displayed later without having to go back through the items view иерархии и вот эти значения в дальнейшем вы можете легко изменить без пробегания по всей иерархии вот этого айтема note заметьте note that the crime holder assumes предполагает да assumes предполагает что он допускает да как-то у него следующее предполагает больше note that the crime holder assumes that the view pass it to its constructor has child text view with the id что он предполагает что view которую он передается в конструктор то есть вот это view которая передалась ему в конструктор это имеет child да в качестве child это свой text view with id crime text да то есть crime text то есть вот это конкретное item да вот все что мы прописывали вот вот это вот как отдельное view оно передается вот сюда и оно имеет в себе text view crime text и date и date text view который crime date то есть если этого нету view то есть вот надо вот такого не может быть чтобы вот здесь не было например да crime title а здесь например вот есть он crime title да то есть он предполагает что он уже есть you may be wondering вы может быть удивитесь who or what creates crime holder instances кто или что создает инстанции crime holder и могу ли я безопасно предполагать что вот иерархия view иерархии вот в следующей следующей главе только сейчас получим implementing an adapter to populate the recycler view то есть crime holder это вот то как наполнять да вот эти сами айтемы и вот какие там например будет меняться да вот обращаться и как их изменять оно само именно наполнение осуществляется через адаптер то есть там где recycler view это нужно всегда адаптер implementing an adapter to populate the recycler view figure 9.7 is somewhat simplified кое-как вот упрощенное представляет это рисунок 9.7 там было да вот 98 то есть вот сам процесс популяции да вот упрощенный он как бы раскрывает вот это view holder item ну сам адаптер который вот эти view holder сюда отправляет сейчас вот мы к нему тоже доберемся recycler view doesn't create a view holder itself то есть recycler view не создает view holder сам itself то есть recycler view как мы поняли вообще ничего не делает сам он для хранения item использует view holder и для наполнения экрана вот этими view holder он теперь использует адаптер instead ask an adapter вместо этого он использует адаптер для того чтобы создавать вот эти конкретные экземпляры view holder адаптер in controller object that sits between the recycler view and the data set that the recycler view should display адаптер это вот такой контроллер объект контроллера который сидит между between the recycler view между recycler view and the data set и набором данных that the recycler view should display который должен отобразить recycler view the adapter the adapter is responsible for то есть адаптер он ответственен за мы видим два пункта то есть две цели у адаптера есть creating a necessary view holder when asked создать необходимый view holder когда это потребуется when asked когда recycler view попросит об этом адаптер and binding view holder to data from the data layer when asked и связывание этого view holder с данными из уровня модели то есть в нашем случае это view моделька там сто элементов вот с этими данными связать view holder каждый view holder по индексу 0, 1, 2, 3, 4 и так далее до 100 recycler view is responsible for и recycler view он ответственен в целом recycler view что делает он ответственен за asking the adapter to create a new view holder спрашивание адаптера то есть он просит адаптер создать view holder то есть первые пункты они как бы связаны то есть если у адаптера есть такая ответственность создание необходимого view holder когда потребуется when asked а кем потребуется recycler view the recycler is responsible for asking the adapter to create a new view holder то есть recycler view именно тот кто просит адаптер создать новый view holder и второе если он связывает view holder с каким-то данными из модельного слоя то asking the adapter to bind просит адаптер связать to bind view holder to the item from the backing data at a given position из переданной какой-то позиции time to create your adapter время пришло время создать вам свой адаптер add a new inner class создайте новый внутренний класс который называется crime adapter в crime list фрагменте в классе crime list fragment crime list fragment да вот здесь inner class crime holder мы создали и у этого crime holder объявили два две переменные да для text view куда будем помещать текст да то есть использовать функцию setText или обращаться к полю тексту чтобы установить значение но там где мы это будем делать называется адаптер и этот адаптер тоже надо создать public inner class crime adapter ну crime то есть это условно да что там будет crime да помещаться поэтому создаем crime adapter называем этот класс и наследуюсь наследуюсь его от recycler view.adapter который вот будет вот как angle brackets да как параметр перенимать как раз на вход вот этот crime holder и вот на основе вот этого crime holder и создавать вот эти два метода onCreate и onBind onCreate он будет создавать вот эти crime holder и onBind связывать их с конкретными значениями по индексу здесь модельного уровня class name это primary constructor that expects a list of crimes и добавим первичный конструктор который ожидает перечень листов crimes да когда мы будем создавать у него будет первичный конструктор where crimes это list of list да list list чего list crime то есть ну вот так да конструктор мы спустим вниз чуть здесь закроем скупочку так companion object вот у нас следует адресайтер view кстати который так называется адаптер да есть такой адаптер и у него есть параметр для view holder в нашем случае with crime holder вот так это будет реализовано так который ждает in the as input insurers the crime list pass it in a property shown in listing как показано в листнике то есть new crime адаптер в вашем новом crime адаптере you are also going to overwrite three functions вы собираетесь также переопределить три функции первое on create view holder on buy view holder и get item count то есть то есть когда мы наследуем да вот мы видим да private inner class crime адаптер war crimes list crime crime адаптер war crimes list crime окей это завершено конструктор закрытый recycler view adapter crime holder обратите внимание вот здесь надо поставить обращение к конструктору и все теперь он нам предложит сам создать вот эти реализовать три метода on create view holder on buy view holder и get item count все то есть имплементация пока тудушки заглушки там стоят их надо будет переопределить вот он create view holder он buy view holder и get item count количество вот айтемов которые у нас есть айтем у нас где у нас краймси и точка сайз то есть откуда мы эти краймси берем то есть мы их отправили на вход в этот конструктор вот краймс то есть мы перечисления отправляем перечисления в адаптер мы отправляем перечисления чего вот на основе чего будет создаваться holder вот и вот это перечисление мы здесь посчитали то есть одну функцию мы уже реализовали на ходу то есть для того чтобы сохранить ваш ну чтобы вам было меньше печатать да и соответственно ошибок и печаток в дальнейшем android studio can generate this override for you android studio сгенерировала эти переопределения как бы для вас то есть мы уже все написали нажали реализовать и сразу вот эти три метода они как бы вышли на реализацию на override на переопределение once you have typed the initial line of the new code однажды когда вы будете печатать инициализированную строку в вашем новом коде put your cursor crime adapter and press option ultra просто наведите на crime адаптер и нажмите на alt enter выберите реализовать члены да то что мы сделали и три переопределенных метода выскочат и мы переопределяем потихоньку вот все эти методы вначале начинаем с on creator метод on create он используется когда мы только начинаем создавать наш view holder пишем view через layout inflator раздуваем у layout inflator естественно метод inflator мы раздуваем наш list item crime который мы создавали так r . layout . list item crime то есть мы раздуваем что list item crime это вот то что мы печатали вот который показывает каждый элемент да вот мы отдельно его специально видите какой какой-то гибкий инструмент recycler мы его отдельно печатаем и отдельно раздуваем на основе него что parent ну parent означает давайте скроем чуть-чуть parent это его view группа как бы принято указывать да и false привязывать его к и return то есть то есть мы когда прописывали crime holder указали указывали его в южку да вот вот мы view создали на основе layout inflator да раздули layout и вот для чего мы эту южку и писали теперь мы возвращаем crime holder наш crime holder и в качестве параметра ему отправляем вот эту южку view то есть то что на основе вот этой разметки которую мы создали все мы указали вот таким вот образом он они будут создаваться теперь далее так crime сайз мы указали вот а этом возвращать количество теперь связывание bind это мы прописали логику вообще как создавать view holder да элементы айтемы так называемые теперь как связывать его с конкретными элементами конкретным каким-то crime да то есть у нас есть перечень crimes и по какой-то вот позиции которая нам передается вот она здесь position the number of position we can set it here and after holder to apply the method apply да прикладываем к нему метод apply и в этом методе что title takes you то есть ну то что вот мы выделили в crime holder да title takes you и data takes you специально мы их выделили чтобы вот здесь когда обратиться к этому холдеру да экземпляру класса crime holder к ним обращаться и либо set text да установить метод или вот через set text можно или как в книжке например просто через текст текст обращаемся теперь к crime crime который мы вычислили из нашего листа по позиции и у него есть какой-то title вот заголовок вот этот заголовок мы и достаем далее date то есть обратите внимание это все в холдере да холдер теперь у этого холдера date есть у него есть поле текст и в это поле текст мы также из crime достаем дату но приводим его в стринг потому что дата типа date а текст в дата текст view он находится в типе стринг ну все проделали эту операцию давайте запустим посмотрим что у нас получилось так но пока что особо изменения не вижу еще дойдем до этих изменений адаптер и так вот пояснение да вот этих методов теперь вот что делает он create метод адаптер датон курито view холдер метод метод из responsible он ответственен за создание for creating для создания a view to display view для отображения wrapping оборачивание the view in a view holder оборачивание view в view holder and returning the result и возвращать результат то есть он что делает он получает вьюшку раздувает на основе этой вьюшки и через layout inflater и вызывает его метод inflate то есть вот из-за разметки которую мы предварительно создали для каждого айтема и этот view оборачивает возвращает в crime holder ну как бы возвращает вот crime holder с этой вьюшкой то есть оборачивает его в crime holder вот для чего мы создавали holder в нашем случае в нашем случае you inflate list-item view мы раздуваем list-item view .xml .xml and pass the resulting view to the new instance of crime holder и передаем and pass the resulting view to a new instance of crime holder в новую инстанцию crime holder for now you can ignore on create view holders parameters в нашем случае мы можем игнорировать параметры on create view holder you only need these values вам не нужны эти значения you only need these values if you are going to something fancy если вы собираетесь сделать что-то fancy fancy изысканное что-то вот такое невообразимое fancy что-то такое необычное like displaying different types of view within the same recycler view что-то типа например отображение различных типов viewшек внутри одного и того же recycler view например see the section called change for всякое view view types at the end of this chapter for more information для более подробных в конце главы еще может будет информация adapter on bind view holder следующий метод on bind view holder то есть мы создали crime holder обернули вьюшку через layout inflator inflate создали на основе нашей разметки указали parent false и теперь метод find view holder что он делает is responsible for populating a given holder with the crime from a given position ответственен is responsible for populating a given holder для наполнения переданного holder with the crime from a given position crime из переданной позиции которую мы передаем ему in this case в нашем случае you get the crime from the crime list to the request position мы будем получать crime из crime листа из перечня наших crime по текущей позиции у нас есть crime который лист который мы передали в конструктор значит он из гласного выходит на одной строчке будет crime адаптер и у него есть вот такой вот конструктор вот так и он возвращает а вот наследует как бы расширяет RecyclerView адаптер и у него crime holder вот этот адаптер он его расширяет вот расширение вот так и у него из вот этого crime который мы ему передали мы достаем какую-то позицию то есть номер позиции программа будет сама определять автоматически как именно будет определять то есть RecyclerView чем он отличается вообще от листа вот этих View или как-то так было до RecyclerView в начале они создавали все 100 элементов и отображали там на экран ну 10 да сколько вместилось RecyclerView он так не поступает он отображает вот направляет позиции 0, 1, 2, 3 и так до 10 только сколько на экране и если мы скроллим он автоматически добавляет там еще больше да ну ну резерв там наверно еще плюс 5 да плюс минус 5 и вот проскроили еще на 10 да теперь он с 10 по 20 по 20 25 да вот так элементов отобразил вот с соответствующими индексами позиции это все он делает автоматом сам и это экономит производительность экономит память при отображении элементов то есть элементу пользователю не надо сразу 100 элементов например отображать он видит все только 10 элементов и RecyclerView это автоматически прокручивает и отображает только 10 элементов например вот по вот этим позициям он отправляет номера позиции 0 например и crime с нулевого он достает title достает дату и вводит эту информацию и вот так только 10 элементов да соответственно 1 2 позиция 3 позиция 4 и так до 10 вот как он работает in this case в нашем случае you get the crime from the crime list at the request position по текущей позиции получаем crime из crime list you then use the title and data from the crime to set the text in the corresponding text view и затем мы используем title and data from that crime to set из этого crime для того чтобы установить to set the text in the corresponding text views в соответствующие чтобы установить текст имеется ввиду атрибут текст в соответствующие текст вьюшке то есть соответственно для title title для date ну здесь date date вот title and date не data не данные а вот date потому что title это тоже data а when the recycler view needs to know how many items are in the data set backing it затем recycler view необходимо знать как много айтемов how many items are in the data set в наборе в наборе данных возвращаются backing it such as when the recycler view spins up сколько recycler view например отобразит в первом разбросе да с вами it will ask its adapter by calling adapter getItemCounts и вот для этого нужен метод getItemCounts то есть он сколько всего элементов и сколько их отображает вот с помощью вот этого метода и определяет recycler view сколько там всего элементов here getItemCounts returns the number of items in the list of crimes to answer the recycler view request здесь getItemCount в нашем примере returns возвращая число itemов the number of items in the list of crimes и спиришня кримов to answer для того чтобы ответить the recycler view request на запрос recycler view the recycler view itself doesn't know anything about the crime object or the list of crime objects to be displayed recycler view сам по себе itself ничего не знает doesn't know anything about объекты crime то есть ему без разницы что отображает crime объекты там flowers или там еще что-то да вот он ничего не знает про crime объекты и тем более ничего не знает про перечень or the list of crime subjects to be displayed который надо отобразить instead вместо этого то есть мы обратите внимание да мы лист вот этих вот crime передаем в адаптер но не передаем сам recycler view instead вместо этого instead знает адаптер знает все про all of the crimes intimate and the personal details про crimes intimate то есть внутреннее устройство да crimes тут сакральные вещи crimes он более подробно знает and personal details и его какие-то конкретные детали каждого элемента the adapter also known about the list of crimes that backs the recycler view и адаптер то именно знает также about the list of crimes per перечень crime that backs the recycler view который возвращает recycler view смотрим наш рисунок вот figure 9.1 адаптер sits between recycler view and data set адаптер находится между recycler view и набором данных то есть crime holder recycler view crime holder отправляет item view recycler view а внутри уже recycler view это все делает адаптер в методе onCreateViewHolder onBindViewHolder и getItemViewHolder используя what list crime list перечислений when the recycler view needs a view object to display когда recycler view требуется view объект для отображения to display it will have a conversation with its adapter то он должен конвертировать его со своим адаптером с recycler view recycler view это не делает напрямую чтобы отобразить что-то он конвертирует его в адаптер смотрим рисунок 9.10 который показывает например вот этих вот conversation ну здесь не только конверсация но и как бы диалог общения conversation вступая в диалог своего рода с recycler view view mountain shade смотрим с одной стороны recycler плюс с другой стороны адаптер то есть этот recycler надо отобразить что-то I need a new view holder мне нужен view holder отобразить что отобразить он отправляет ему метод он create view holder адаптер ok inflate item view то есть он берет view holder раздувает его то есть inflate метод layout inflate вызывает его метод inflate указывает разметку туда все оборачивает его view holder и передает его обратно view holder пошел обратно и теперь он получил вот эти view holder и показывает сколько-то вот этих view holder надо отобразить please populate this view holder with data at index 0 например с индексом 0 отобразите и уже срабатывает этот метод он create был который вот создавал теперь по номеру конкретной позиции он достает разные crime и разные элементы чтобы популять наполнять ok get crime от index 0 sets the text based on the crime и для этого нуля он установил соответствующие атрибуты которые мы в holder указали которые мы будем менять и вот вернул тоже назад the recyclive view calls the adapters on create view holder the recyclive view вызывает метод on create view holder адаптера functions to create a new view holder для того чтобы создать новый view holder вот этот метод мы видим on create view holder он в итоге возвращает нам crime holder новый holder view holder along with its juicy payload juicy это сок ну такая вот сочная полезная нагрузка payload view to display отобразить вьюшку view отправить на дисплей the view holder and its item view view holder в нашем случае crime holder да и его item view that the adapter creates которые созданы были адаптером который создал adapter and hands back to the recycler view отправил на обработку обратно к recycler view has not yet been populated with data from a specific item in the dataset еще не наполняются данными из специфического айтема из какого-то конкретного экземпляра crime это просто создать crime holder для них создается общий такой класс шаблон в традициях объектно-нарективного программирования создается класс а конкретные инстанции теперь класса с помощью onbind view holder и далее уже когда создалась view holder называет onbind view holder и передает view holder в функцию какую-то позицию функцию the adapter will look up the model data и адаптер ищет из данных модели то есть он идет уже в view модельку а вот заходит в crime crimes отсюда достает перечень вот этот вот по текущему позицию достает какой-то там есть crime да and bind it to the view models view и соединяет его с вьюшкой view holder to bind it для того чтобы соединить его the adapter fills in the view to reflect the data in the model object для того чтобы соединить это осуществить этот binding это соединение the adapter fills наполняет view отражением данных в модуле object after this process is complete после того как этот процесс завершился recycler view will place a list item on the screen то recycler view уже помещает готовый list item на экран setting the recycler view с адаптер установка адаптера для recycler view now that you have an adapter теперь когда у нас есть адаптер connected to your recycler view соединим его с нашим recycler view то есть сейчас у нас есть как бы адаптер который как бы разрозненный да просто у нас есть адаптер crime адаптер но не соединен к recycler view как атрибут recycler view как его поле да своего рода field вот и запустил оно сейчас работает приложение и он видим все равно не отображается да то есть адаптер надо подключить к recycler view еще implement a function called update.ui that sets up crime list fragments.ui и нам надо будет реализовать функцию которая называется update.ui обновление пользовательского интерфейса для того чтобы он устанавливал вот ui crime list fragment for now сейчас на данный момент it will create мы будем создавать crime adapter and the setting on the recycler view устанавливать его в recycler view заходим в crime list fragment вот это наш crime list fragment то есть мы создали переменную для recycler view да нашего а теперь создаем адаптер указываем что это объект класса crime adapter адаптер и он ну лейбл и по умолчанию дефолтно устанавливаем его на нол private var адаптер то есть адаптер это экземпляр класса crime адаптер и по умолчанию он null сначала показываем что он на лейбл потом показываем что он он теперь вот заходим там где вот мы он create прописывали здесь вставляем функцию update ui этой функции пока еще нет создать эту функцию create function private update ui и прописываем код нашей функции то есть что мы в этой функции пишем crimes из view модели вытаскиваем crimes и в отдельную переменную и вот в этом модуле мы создавали mutable of crimes и 100 элементов сюда записывали запускали вот и теперь мы что делаем мы адаптер который мы объявили да как адаптер устанавливаем его на crime адаптер то есть само тело этого адаптера у нас уже существует м адаптер у нас он есть и вот этот crimes отправляем в этот адаптер ну это сам адаптер то мы так создавали да вот у нас есть crime адаптер то есть нам надо на вход отправить ему какой-то crimes если мы даже вот эту строчку не проделаем да просто сразу вызываем crime адаптер у нас вот не получится отправить пустую строчку он будет запрашивать что вот создать либо функцию новую crime адаптер да и переопределенную функцию или басов с каким-то конструктором где нету параметров либо долить параметр crimes объявления этой функции да то есть он будет искать какое-то решение лучше вот этот crimes перед этот адаптер и мы создали как бы адаптер как поле да то есть вот все что мы здесь создали recycler view например и вот у него в качестве поля должен быть адаптер мы вот берем наш crime recycler view точка и вот у него layout manager да адаптер компетекс абилити макс флинк велосити из анимейтинг да там есть ли там анимация или нет скролл и состояние скроллинга recycler view pull добавить get получить удалить смов сгладить очень много методов то есть вот все что нас интересует адаптер и в этот адаптер мы вставляем то что мы вот здесь получили и later chapters в поздних главах you will add more вы добавим более больший функционал в этот метод апдейте юай а если конфигурия юай гэтс морин полт чтобы она вовлекалась более в процесс конфигурируем вашим нашего юай заполнить теперь если мы запустим criminal intent and scroll through your New Yorker view мы увидим вот что-то похожее вот на вот это вот благодаря вот этому да юай обновлению юай да то есть благодаря тому что он create view при создании view вот оно обновилось теперь мы увидим отображение каждого айтема благодаря тому что мы установили адаптер адаптера занимается прорисовкой вот этих вот айтемов вот то есть пока на нажатии никак не реагирует дальше ну вот прокучиваем и он там ровно сто элементов да от 0 до 99 первый элемент 0 второй элемент 99 swipe or drag down вверх или вниз да подтягивайте and you will see even more views scroll across your screen и вы увидите больше вьюшек когда вот мы скроллим наш наш экран every visible crime holder should display a distinct crime каждый crime holder отображает уникальный crime if your house a match taller than this or if you only see one row on the screen and then double check then the layout and then wrap content ну что он говорит если мы видим только одну строчку то есть они все не вмещаются вот зайдите в layout и поменяйте на wrap content то есть где-то вот здесь вот настройки да вот wrap content то есть он высота должна быть охватывать вот вот это то есть но если здесь высоты например мы укажем 5 депи чуть больше да сделаем давайте вот 10 депи чуть 15 депи давайте то есть мы видим да ну не все вмещает давайте что-то наверняка вот так 35 депи то есть вот crime title вместил а вот другое не вмещает да давайте вот так запустим теперь посмотрим вот мы здесь по умолчанию crime и да это еще остается да между ними есть даже пространство вот может по которому можно сейчас если мы перезапустим программу нашу вот видите уже не все вместилось да то есть вот первая строчка только crime title вместился остальное уже не вместилось вот для для чего нам нужен wrap content в этой разметке вот айтемов разметки наших айтемов а теперь вот он все отображает wrap content when you fling the view up fling это швырять и бросать то есть если его ну вот вы сильно потянете если вот вверх то так быстро потянете вверх это скроллинг анимация скролинга должна выглядеть сглаживающей как вот теплое масло то есть как все по маслу идет вот здесь прям быстро потянули вот он как по маслу this effect is direct result это этот эффект он напрямую прямой результат direct result of keeping on buying view holder это того что выполняется он байдю холдер прям на ходу да вот идет small and efficient маленький но эффективный doing only the minimum amount of work necessary который выполнять минимальное необходимое количество для работы в своей работе take heed прислушиваться да то есть take heed прислушайтесь следующий дальше будет ваш always be efficient in your on buying holder всегда будьте эффективны в вашем он байдю холдере otherwise иначе ее скролл анимешинку код фил с чайки эскалда пармезан через то есть ну иначе не будет но здесь как бы сравнение да и не не как по маслу пойдет а как вот по сыру к пармезану чанки писать лимфе перри перециклирование вьюшик афига на индусе давим учался и лавин рауса пьес то есть на рисунке и 911 мы видим только одиннадцать роуз да вот но раз два три и так далее вот до десяти да с нулем включу вот один из только вот элементов мы видим а здесь на экране наше мы видим от нуля до еще восемь да то есть мы вообще девять штучек только видим ураусов вьюс строчек наших вьюшек you can swipe вы можете свапнуть вьюс часы олов ее прайс вы можете вот прокрутить что вьюши для того чтобы видеть все ваши крайне does that means that you have 100 view subject in memory но означает ли это что вам надо вот прям сто элементов всегда держать в памяти thanks to your recycler view no благодаря вашему recycler view нет то есть если сейчас в памяти хранилось бы все сто элементов мы по-любому не просматривали да то есть мы прокручиваем и вот тогда они как бы генерируются creating a view for every item in the list all at once could easily become unworkable создание вьюшки для каждого альтома на листе один раз делало бы работу как бы невыполнимой да то есть работу была бы перегружена yes you can imagine как вы можете себе представить yes you can imagine a list can have far more than 100 items list который содержит в себе больше чем 100 пунктов айтомов and your list item can be much more involved than your simple implementation here и лист он как бы не может иметь возможность как бы не может вовлекаться your list items can be much more involved than your simple implementation here also crime only needs crime например только нужна одна вьюшка needs a view when it's on screen то есть мы обрабатываем crime которые только на экране то есть те которых мы не видим мы не можем с ними здесь как бы ничего сделать поэтому смысл их держать в памяти да то есть если нам надо именно там восемьдесят девятый какой то мы ищем вот восемьдесят девятый вот когда уже на экране только тогда нам понадобится что-то с ним делать и нам не нужно иметь прям сто вьюшек ready and waiting готовых вот к и ожидающих вот каких-то операций с ним проводить it would make for more sense это делает больше смысл для создания to create view objects only as you need them только когда вот у вас потребность в них есть recycler view does just that вот recycler view именно вот делает это instead of creating 100 views вместо того чтобы создавать 100 вьюшек it creates just enough to fill the screen он просто создаёт достаточно для того чтобы наполнить экран в нашем случае вот одиннадцать штучек when a view is scrolled off the screen когда мы скроллим наши вьюшки recycler view reused it rather than throwing it away recycler view переиспользует то есть он берет вот например вот здесь какая-то запустим да вот программа запустилась здесь девять когда мы скроллим вниз да вот десять да то есть он какая-то часть исчезла и он вот эти айтемы он просто переиспользует с новыми значениями да новый crime и новая data а как бы переиспользует отсюда и название да recycler переиспользуем recycler views reuse it rather than throwing it away переиспользует его и выбрасывает как бы вот еще раз вот 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 новые элементы вот так вот генерируются in short то есть говоря коротко другими словами it leaves up its name он оправдывает его название it recycles view other and other оно переиспользует да перециклирует перецикливает вьюшки over and over еще и еще because of this по этой причине because of this on create view holder метод on create view holder который принимает два параметра view group int will happen a lot less будет производиться will happen произойдет a lot less often намного менее часто чем on buy view holder то есть вот сам процесс вот этого создания этот метод он вызывается больше чем on buy view holder once another view holders have been created нет меньше менее часто да то есть один раз просто создался create view holder сколько это одиннадцать раз да он создался и затем уже вот on buy view holder сто раз уже запускается как минимум для каждого элемента переиспользуя вот эти одиннадцать элементов то есть on buy view holder выполняется намного чаще чем on create once another view holders have been created однажды когда view holder уже был создан recycler view stop calling останавливает вызов on create view holder вместо этого instead of save time он как бы сохраняет время и memory ну как следствие производительность by recycling old переиспользуя старые view holder and passing those и передавая их в on buy view holder то есть не для каждого айтема создаётся вот когда мы создаём да вот для каждого одиннадцатого элемента сначала идёт on create создался айтем затем on buy view holder да и занеслись туда значения но не для каждого когда вот мы дальше делаем да то есть уже одиннадцать элементов существует в пайе здесь видим в области видимости экрана и он уже не вызывает on create он просто для каждого вызывает on buy и передаёт вот с новыми значениями уже идёт а для пользователя создаётся вот картинка что вот элементы создаются и прокручиваются cleaning up binding list items очищение связанного листов айтемов right now прямо сейчас the adapter bind crime data directly to crime holder text using adapter bind view holder прямо сейчас вот адаптер связывает crime data данные преступления directly напрямую с crime holder text views in adapter on view так давайте зайдём в адаптер наш вот в теле адаптера мы видим да вот напрямую да идёт связь вот мы создали холдер передаём сюда on buy view holder да какой-то холдер и передаём позицию и вот идёт связь вот напрямую вот это имеется ввиду this works fine он работает как бы хорошо да когда программу запустили мы видим да this works fine but it's better to more cleanly separate concerns between the view holder and the adapter но было бы лучше и более чище more cleanly separate отделить concerns заботу то есть responsibility да ответственность и функциональность между view holder и адаптером то есть вот этот процесс он как бы тоже не адаптерский адаптер он заинтересован в том чтобы отобразить а здесь он buying как бы ну да он buying как бы он holder то есть ну здесь как бы да ну это больше вот в фолдер должен входить the adapter should know адаптер должен знать now as little as possible как можно адаптер должен знать вот как можно меньше as little as possible about the inner working про внутреннюю работу и детали view holder то есть адаптер должен знать про view holder да view holder как бы ничего не знает про адаптер но должен знать как можно меньше то есть как бы вот это разделение должно идти вот в эту сторону we recommend your place мы рекомендуем вам поместить весь ваш код all the code that will do the real walk of buying который будет выполнять реальную работу по связыванию inside your crime holder внутрь вашего crime holder для того чтобы ну как бы адаптер знал меньше да то есть вот это должно быть внутри crime holder находиться то есть crime holder мы только объявили переменные ну и привязка вот это должен как бы должна как бы вот относится к responsibility вот crime holder first add a property to stash во-первых создать создать создадим свойства для того чтобы спрятать crime being bound который был связан спрятать crime свойства вот заходим crime holder и пишем лейтенит вар crime куда он делся crime holder лейтенит вар ну приватным да еще должен быть лейтенит вар crime типа crime то есть можем не инициализировать потому что мы указали лейтенит готово так теперь делаем приватными наши title textview то есть почему мы не делали их приватными потому что к ним получали доступ вот отсюда а теперь мы вот решили все инкапсулировать здесь и скроем их теперь от ненужных глаз сделали их приватными окей и создаем метод байт внутри метода crime то есть для того чтобы вызвать этот байн связывание мы будем вот именно имеется ввиду связывание вот этих вот вьюшек значениями значениями именно значениями связывания мы будем вызывать байн да и прописываем для этого соответствующую функцию байн отправим crime откуда будем брать значения и эти значения будем что что означает слово this означает crime holder для него а для вот этого crime у нас есть title textview и вот этот вот title до этого короче crime еще есть у него да то есть мы берем здесь точка crime используем вот используем вот используем вот этот crime и присваиваем crime который без this ну это из языка java да если this используем то ссылаемся на атрибут если без this ссылаемся на вот параметр который передается this title textview теперь равняется из этого crime мы вытаскиваем title ну заносим соответственно в текст и date textview ну здесь здесь можно не указывать он только один у нас теперь date textview у него тоже есть текст мы из этого crime достаем дату и превращаем to string в строковом виде да то есть вот этот bind а там где мы теперь вызывали вот это да прописывали вот вот и вот эту штуку вручную он уже видите начал ругаться что он private cannot access title its private in crime holder он объявлен private в crime holder а вместо вот этого теперь кода мы будем писать просто holder.bind и crime отправлять вот туда в качестве бинда у нас если у нас вообще crime да у нас есть holder вот он holder наш holder и можем вызвать метод bind из этого холдера и отправить crime вот этот crime который мы здесь вычислили по позиции да то есть нам не надо здесь вычислять какую-то отдельную позицию позиция передается в бинде и сам этот байнд он относится к к view holder вот и отсюда мы вызываем наш байнд и передаем вот этот вот crime который вычислили по позиции то есть что делает адаптер он просто вычисляет crime по позиции и вызывает метод в холдере байнда а все что происходит уже сам процесс связывания осуществляется уже в crime holder вот такой вот код видоизменился да даже when given a crime to bind когда мы передаем crime для связывания when given a crime to bind crime holder will now update the title теперь crime holder обновляет title заголовок text view and date text view to reflect the status of the crime для того чтобы отображать состояние crime а вот что он делает и это update вот вот байнд то есть ну программа работать будет точно так же это предыдущая версия как она работала сейчас он пересоздастся то есть на самой работе это никак не отразилось то есть программа как работает так и работает но автор нам говорит что вот responsibility да вот это само привязка в банде должно быть заключена в методе в классе самом холдере а не в адаптере поэтому вот адаптер должен знать как можно меньше про то что находится там внутри у холдера то есть это просто совет автора чтобы у нас не получился говно код то есть получше код чтоб наш выглядел when giving a crime to Brian crime will now update так теперь он обновляет его next call your newly minted buying crime function each time теперь вызывай нашу новую minted отчеканенную minted это отчеканка minted то есть отчеканенную только что прописанную функцию each time каждый раз мы его minted мы чеканим его each time the recycle review request каждого, когда требуется recycle review that a given crime holder be bound to a particular crime что переданный crime holder был связан to a particular crime с каким-то частным crime crime с преступлением да вот у нас вот такой код появился and run criminal intent one more time запустите еще раз criminal intent the result should look the same as a dating figure 9.11 то есть результат будет точно такой же то есть мы в этом убедились мы запустили его а вот результат он как бы не отличается абсолютно никак то есть это просто вот совет автора что адаптер должен знать как можно меньше as less as possible да as little as possible меньше настолько насколько вот можно responding to prices отклик на нажатие responding to prices and as icing on the recycler view cake recycler view cake да icing это такое глазурька вкусняшка такая как вот такая глазурька на торте это такой завершающий такой штрих на то есть на то есть мы нажали на какой-то айтем и желательно чтобы он как-то вот раскрылся in chapter 12 you will launch the detail view for a crime вот подробную вот эту детальную информацию мы будем раскрывать в двенадцатой главе detail view for a crime when the user pressed on the crime когда пользователь нажимает on the crime in the list в перечне лист for now но сейчас show a toast when the user take action on a crime чтобы показать сам механизм продемонстрировать сам механизм мы сейчас будем выдавать просто тост такое уведомление о том что пользователь вот произвел и произвел действия нажал на какой-то crime просто какой-то crime из прессе да будем задавать as you may have noticed как вы уже заметили russe actor view while powerful incapable has the просеющая few real responsibilities 1 окна остается мощным и очень используемым когда предыдущие несколько real responsibilities пока выполнять как бы его ну в плане своих обязанностей may it be an example to us all как было в примерах у нас всегда the same goes here то же самое происходит здесь handling touch обработка touch касания touch event как событие касания handling touch events is mostly up to you это наиболее как бы вот приоритетно для вас if you need them если вам нужно это recycler view can forward along row touch events может recycler view может forward along row ну пойти как бы вот вперед по суровому касанию от обработки касаний но most of the time this is not necessary ну в большинстве случаев это как бы вот необходимо not necessary это как бы ну не особо не используется instead тем не менее вот такой механизм есть instead вместо этого you can handle them like you normally do вы как бы хотите обработать его нормальным образом by setting onclicklistener тем что как мы обрабатываем остальные да вот касания мы ставим listener слушатель и используем метод set onclicklistener sense which view для каждого view has an associated view holder который ассоциирован с view holder это тоже view и у каждого view можно к каждому view приложить метод set onclicklistener so you can make your view holder the onclicklistener for its view вы можете сделать ваш view holder установленным методом set onclicklistener для его view modify the crime holder to handle press process for the entire row для целой строчки то есть что мы делаем во-первых мы пишем что мы будем применять интерфейс view onclicklistener при инициализации добавляем как только crime holder создастся да он будет set onclicklistener устанавливать this и брать функцию реализацию set onclicklistener вот this method onclick он будет брать вот тоже вот отсюда из переопределенного способа rewrite on onclick with view и выводить просто сообщение контекст и вот crime title press it то есть crime доставать title из crime и выдавать сообщение что оно просят вот давайте это это тоже проделаем crime holder да в нашем классе мы сказали вот мы реализовали интерфейс recycler view спустим вниз чтобы показать да то есть если бы мы писали бы extend recycler view точка и имплемент интерфейс через view set onclicklistener да здесь как бы просто ставим запятую не надо писать имплемент словами set onclicklistener просто указали скобки тоже не надо ставить и он нам уже подсказывает что вот надо что здесь что-то реализовать имплемент вот он клик в методе он показывает android view view большая нам надо реализовать окей мы его реализовали нажимаем окей что я нажал окей имплемент members окей все и вот здесь спустилась реализация метода он клик однако еще нам надо вот прописать блок инициализации и item view item view установить set onclicklistener то есть каждый раз когда создается блок инициализации да секунду клик и this если надо обратиться во внешний то есть через аннотацию собачка crime this fragment ну мы прописали вот прямо здесь что это означает блок инициализации init то есть мы создали например видимость 11 блоков то есть он создает только 11 айтемов и и каждому вот айтему который он создал он добавляется в этом клик лиценер а затем он когда переиспользуется как бы вот вот этот код так же переходит и реализация он клика подвешенная на этот айтем переводится на следующий такой же то то есть на следующий айтем да который используем то есть здесь здесь контекст да кто писал в java этот хочет сразу написать нет здесь контекст и что мы здесь делаем мы пишем что crime наш точка title то есть по title да нажимаем expressed он нажат так что ж expressed длительность да да crime title expressed а теперь устанавливаем длительность это константа длина которая содержится в классе тост как статическая константа да вот зайдем public static final length да он статический то есть ну можем просто написать единичку или нолик вместо того чтобы как бы вот это все прописывать то есть вместо вот этой конструкции например если мы хотим чтобы он длительный как бы единичку так указываем вот че им не нравится тунит надо так что ли да однако да вот ну а можно и константами использовать почему вот единички нолики от этого надо избегать потому что ну redable должен быть код читабелен вот теперь если мы это дело запустим вот сейчас мы нажимаем да ничего не происходит ну сейчас программы перезапустится теперь в нашем crime holder содержится listener то есть можно крутить и то же самое делать ну давайте нажмем на 12 оп crime 12 is pressed crime number 12 крутим крутим да давайте вот номер 4 да нажмем 4 crime 4 is pressed 8 crime 8 is pressed 15 15 15 is pressed 16 crime 16 is pressed нажмем 23 crime 23 is pressed и 42 давайте 42 crime 42 is pressed то есть вот что означает подвешивание вот каждому айтему с этого onclick listener и какая-то логика то есть crime holder в нашем листинге сам реализует интерфейс клик он on the item view which is the view for the entire row который является viewшек для целого row для целой строки item view то есть item view означающий всю строчку прям сразу item view мы для этого используем crime holder который сетон установит receive получателя для клик events запустим criminal intender press on the item in the list нажмем на любой item в листе вы должны увидеть a toast indicating that the item was pressed это и